Всем привет! Растапливаю, как обычно, камин вот такими вот картонными ячейками. Очень классно ими растапливать. Добавляю такие наструбанные из березы палочки небольшие делаю, чтобы раскопить и закладываю. Потому что на улице холодно, хотел готовить на улице, но погода что-то очень холодное и решил сегодня приготовить дома. Так что сейчас растапливаем. Хотите, посмотрите, как растапливаем. Очень холодно на улице стало. Закладываем дрова. Берем у меня такие каминные спички. Очень удобно. Разжигаем. Сейчас пойдет все открыто. Ящик-сольник немножко выдвинут и сейчас прям моментом все разгорится. Мы переместились на кухню, распалили камин и теперь можно спокойно готовить. Соответственно, нам понадобится говядина, помидорчики, от кожи уже очистили, чесночок, морковочка, репчатый лук, капустные листья, перчик болгарский, перчик чили, томатная паста, соль, специи и сахар. Все, приступаем готовить. Далее перерезаем лук на небольшие полукольца. Нарезаем морковь. Делаем полукольцами, примерно толщиной по 5 миллиметров. Болгарский перец нарезаем на квадратики или кому как нравится. Примерно вот так, такими кусочками. Попробовал перчик чили острый, поэтому решили взять небольшую часть от него, примерно четверть и порежем просто кусочками. Помидоры нарезаем вдоль и напополам, чтобы были не мелкие и не очень крупные кусочки. Так будет вкусней. Говядину помыли, обсушили, зачистили и нарезаем небольшими кусочками, примерно как на гуляш. Берем томатную пасту. Я сюда добавил пол пакетика и добавил 250 грамм кипяченой воды. Размешиваем и добавляем сюда пол столовой ложки сахара. Затем добавляем пол столовой ложки соли и все размешиваем. И получается такой томатный соус для заливки. Поэтому добавляем немножко масла и будем обжаривать говядину. Масло разогрелось и запускаем сюда говядинку. Обжариваем ее на раскаленном масле до легкого румянца и потом будем добавлять уже сюда следующий ингредиент. Говядина немножко подрумянилась и думаю надо опускать лучок с морковкой. Опа, сразу вместе прям немножко тоже пообжариваем прямо с мясом. Пока обжариваем посыпем немножко ароматными специями. Чуть-чуть. Пока обжаривается на этом этапе кидаем весь чесночок. Он крупно нарезан. Затем болгарский перчик с перчиком чили добавляем сюда же. И немножко присаливаем. Щепоточку соли я добавлю. Далее выливаем весь томатный сок, подсоленный и с сахаром. Сюда все выливаем. Добавляем все томаты наши, помидорки, раскидываем. Немножко добавляем ароматных специй. Ну и соответственно добавляем соль. Больше уже солить не надо ничего. Соль по вкусу. Затем берем и все накрываем капустами листьями. Я думаю блюдо будет просто восхитительное ребята. Эти листья потом можно будет соответственно скушать конечно. Закрыли крышку и ставим режим тушения на полтора часа забываем. Все готово. Пюрешка на молочке тоже готово. Ух ты. Все, сейчас пробуем. Красиво очень. Супер блюдо. Ну что, блюдо готово. Адаптированное под мультиварку. Сегодня погода на улице очень холодно. Дождь и такой мокрый снежок даже был, поэтому не получилось приготовить. Пробуем, что вышло. А что вышло? Говядина мягкая, разрывается прям на волокна. Пробуем сразу. И сразу пюрошечки. Божественно. Тут не надо ничего говорить. Это вкусно. Очень вкусно. Чесночок. Все целое осталось. У кого есть мультиварка, я думаю у многих есть мультиварка, поэтому без проблем можно приготовить это блюдо. Говядинка с овощами, томатным соусом. Это просто лайкосик. Поставьте его, не пожалеете. Влепите. И всем, кому понравился рецепт, подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok